здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала в одном из предыдущих видео роликов я вам показывала тепличку в тепличке и говорила что некоторые растения из этой теплички нуждаются в пересадке чем если не с вами займемся но на днях у меня случился здесь небольшой форс-мажор но об этом тоже позже а изначально я бы хотела ответить на комментарии одной из подписчиц нашего канала которая спрашивала как подкармливать растения вот в этой тепличке дело в том что здесь многие растения уже пошли в рост и то есть можно производить прикорневую подкормку но делать это будет не очень удобно потому что одни пошли в рост другие не пошли то есть придется как-то поливать это все выборочно ну я делаю проще я просто развожу удобрение для малышей в минимальном количестве и произвожу опрыскивание при этом удобрение попадает не только на листики на верхнюю поверхность грунта вот этого будет достаточно единственное что хотела бы обратить на что хотела бы обратить ваше внимание если вы все-таки будете вот использовать именно такой способ смотрите чтобы удобрение подходили для листовой подкормки то есть смотрите инструкции не все удобрения подходят в инструкции должно быть написано подходит для прикорневой и листовой подкормки только тогда это удобрение можно использовать немного форс-мажоре что у меня произошло после последнего видеоролика решила добавить освещение для того чтобы растения быстрее пошли в рост быстрее нарастили корни то есть поставила вам сделала это не очень аккуратно и в результате лампа упала и обожгла верхние листики на двух растениях расстроилась конечно обидно досадно но не смертельно посмотрите молодой листик он сейчас потемнел то есть что произошло произошел ожог в результате растения блокировала доступ питания к этой части листовой пластины она потемнела дальнейшем почернеет засохнет и скорее всего лист придется удалить либо полностью либо частицельную но пока этого делать не буду хочу просто понаблюдать как долго будет длиться этот процесс здесь тоже у меня вот видите обожженный листик очень жалко конечно как хотелось делать как лучше получилось не очень аккуратно и так давайте посмотрим вот эти два растения мы будем пересаживать с вами потому что корневая система у них очень даже давайте вот так сделать чтобы лучше было видно здесь наверно вот это растение обязательно надо пересадить здесь уже как говорится ждать уже не стоит еще что я бы хотела вам предложить и вот этот точек тоже вот корневая у него довольно таки хорошая остальные растения это два подмороженных я вам до этого показывала рассказывала о них здесь корешки конечно уже появились на одном здесь на втором пока не видно но то что они есть это точно потому что это уже молодой листик затем вот малышок этот его конечно тоже рано еще трогать и здесь остались у меня еще два растения которые я тоже считаю пока не стоит трогать хотя вот это нужно это же пересадить посмотрите корневая у него неплохая а грунта совсем мало растения тоже из предыдущего видеоролика и так выставляем их сюда то есть сегодня мы с вами будем пересаживать вот эти растения приступим и так с растениями мы определились почему их следует пересадить думаю что с этим растением все понятно вот смотрите корней него много они заполнили почти весь объем горшка далее это растение тоже самое здесь у нас опять же корней много грунта мало эти все эти растения нуждаются в увеличении объема горшка здесь все понятно что касается вот этих двух растений казалось бы зачем их пересаживать но обратите внимание что нижние листья у них начали желтеть почему это происходит одна из причин то что листья уже отработали выполнили свою функцию они стареют и погибают в этом же случае у нас произошло дисбаланс по питанию то есть каких-то питательных веществ в грунте больше каких-то меньше в результате растения тянет недостающие питательные элементы из нижних листьев и сбрасывает туда переизбыток тех или иных элементов конечно в таких маленьких горшочках где маленькое количество грунтово контролировать ph грунта и допустить дисбаланс перекос по питанию довольно таки легко поэтому чтобы далее растения не пожелтели а далее если мы их сейчас не пересадим произойдет вот такая история я специально оставила вам это растение корней здесь достаточно но обратите внимание что все листья у него желтизной сначала стали желтеть эти листики маленькие нижние затем уже перешло на верхние листья то есть в дальнейшем это растение превратится вот в такое поэтому пересадка в принципе необходимо если опять же мы не будем вот эти трогать три растения оставим их опять же в этих стаканчиках мы также получим в итоге вот такую же историю поэтому давайте сейчас при не будем рисковать а пересадим растения для пересадки я приготовила грунт 2 состава все вы его хорошо знаете приготовила горшочки на дно уже насыпала грунт и приступим теперь к пересадки пересадку будем производить методом перевалки то есть аккуратненько вытаскиваю растения из горшочка грунт очищать не будем как говорится что упала кто упала и и опускаем горшочек сверху присыпаем свежим субстратом все это делается чем быстренько из корешочек у нас выскочил на поверхность готов следующий тоже самое аккуратненько извлекаем стараемся не повредить корни что упала то упала опять погружаем горшочек о какой корешок выскочил прям на поверхность и отсыпаем утрамбовывать не надо корни должны у нас дышать еще один готов что касается этого растения здесь у нас несколько растишек их можно было бы конечно разделить по отдельности но пока я так думаю этого делать не стоит еще рановато корни смотрите какие хорошенькие почти весь объем заняли прям и стоит так интересно поэтому пока мы оставляем так горшочек сильно для него конечно подсыпать надо красота свободное пространство засыпаем все это делается быстро просто так эти наши три растения уже пересажены теперь приступим к следующим убираем что касается этих двух малышей здесь мы тоже будем делать пересадку методом перевалки но постараемся убрать часть грунта если изначально у вас растение было посажено в грунт второго состава то убирать грунт полностью обмывать корни либо замачивать их в каких-либо биопрепаратах не стоит достаточно вот будет того что я сделала сейчас допустим вот этого будет достаточно часть грунта я выбрала и так пускаем срезу грунт и подсыпаем все как обычно отлично один готов в этом случае поступаем точно также здесь кстати грунт почти сам уже весь и осыпался все растения пересажены методом перевалки эти три растения где нет изменения на листовых пластинах пересажены перевалкой сохранением земляного кома а эти два растения тоже пересажены перевалкой но с частичной заменой грунта очищением на этих листах уже пошли изменения то есть полива появилась желтизна но это можно делать только в том случае что изначально у грунт был одинаковый то есть изначально как вот у нас растения росли во втором составе и пересаживаем их опять же во второй состав растения мы пересадили спасибо за участие всего самого доброго подписывайтесь на канал чтобы не пропустить самое интересное